Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И сегодня речь пойдет о продуктах для бровей. Хочу показать свои любимые продукты, которыми я пользуюсь. И скорее буду еще покупать. И продукты, которые мне не понравились. И как бы хочу предостеречь вас, чтобы вы не покупали, скажем так, это бюджетные покупки. И я считаю на сегодняшний день, что лучше купить одну вещь хорошую, а не накупать много дешевых, ненужных продуктов, которые будут у вас лежать, занимать место. И начну я, конечно, из хороших. Это первая моя помадка от Пупа. И я ею довольна очень. Она в оттенке 004. Это такой серо-коричневый тон. Она хорошо наносится. Она, естественно, смотрится на бровях красиво. Она фиксирует волоски бровей, что делает бровь более естественной. Но один-единственный минус у меня в 004 оттенке, один-единственный минус, она у меня засыхает. Видите, остается очень много продукта, который я еще не успела использовать, а он уже засыхает. И как бы трудновато уже набирать на кисть. Кисть здесь тоже очень классная. Можно ее удлинить вот как бы вот так вот. Можно коротенькой. И удобно работать ее. Но вот продукта жалко. Единственное, что я могу купить капельки и как бы разводить этот продукт. А сам по себе он очень стойкий. Он красиво смотрится. И я довольна этим продуктом. И стоит он в районе до 300 гривен. Дальше. Дальше. Сегодня я оформляла брови вот этим вот карандашиком от марки Luxe Visage. 101 оттенок. Он в меру твердый, в меру мягкий. Он очень удобный в нанесении. И цвет тоже универсальный. То есть тоже серо-коричневый подтон. В принципе, который подходит под любой цветотип. И он хорошо держится на бровях. Сейчас вы можете видеть. Я оформляла брови этим карандашиком и фиксировала гелем для бровей от Essence. Посмотрите, какая кисточка. Очень удобная, маленькая. И продукт имеет такие маленькие волоски, что я заметила не сразу, которые придают естественный, объемный такой вид бровян. Очень классный гель. И тоже недорогой. Но я не помню стоимость, потому что покупала я в Чехии его. В оттенке 02. И вот эти два продукта являются моими. Сейчас я ими пользуюсь. И очень довольна. И еще палетка. Ну, это больше такая профессиональная покупка для визажистов больше пойдет. Я вам, в принципе, ее уже показывала в видео. Это палетка теней от Freedom. Вот такая. Чем она удобна? Тем, что здесь цвета можно подобрать под любой цветотип. И тени ложатся тоже хорошо, пигментированные, держатся хорошо. И, в принципе, тоже я осталась довольна этой покупкой. Дальше. Теперь перейдем к продуктам, которые мне не нравятся. Я вам когда-то показывала карандашик от Vivienne Sabo в оттенке 002. Он классный. Он классный. У него тон классный. То есть, красиво смотрится на бровях. Легко наносится. И, потому что он легко так наносится, прям такой, как маселка. Оно быстро сходит. То есть, до обеда у вас бровей не останется. Они будут у вас проплешинами. Будет смотреться неаккуратно и некрасиво. Тем более, если у вас жирная кожа. На моей сухой. И то, как бы, к обеду еле доживают. Ну, то есть, он невыгодный. Он быстро заканчивается. Ну, как бы, лежит у меня. Дальше. Карандашик от Mary Kay. В оттенке blonde. Им просто невозможно нанести, оформить бровь. Вы просто не прорисуете ее. И подтон здесь очень теплый такой для пшеничных волос. Так, блондинок таких. Ну, то есть, очень твердый. Его попробуй нанеси. Дальше. Вот такой вот маркер от Reluie. Или как он называется? Reluie, да. Удобный носик. Здесь все, как бы, по волосковой технике можно наносить. Ну, сам продукт просто худший из худших, какое только может быть. Он немножко темнеет, когда вы его наносите. Но наносится он неравномерно, с проблешинами. Там толще, там прозрачнее. Ну, то есть, некрасиво. И держится недолго. Хотя отзывов на него было массу хороших. И, в принципе, поэтому я его и купила. Но, увы, я с ним вообще не подружилась. И такой вот гель от Catrice. Посмотрите, что это. Это просто такой ёршик. Невозможно аккуратно накрасить бровь, прокрасить. И, как бы, в помещении цвет более, кажется, менее нормальный. Но, когда вы выходите на улицу, это просто ужасный какой-то налёт на бровях. Непонятный. То есть, не знаю, для кого он делался. И он неудобный, он некрасивый. и вообще не нравится мне. На этой нотке я остановлюсь. И посоветую всё-таки вам брать лучше, дороже, но качественнее вещь, чем много дешёвых, но вот таких вот вещей, которые, они просто занимают место, и не знаешь, куда их деть. Всё. Мой обзор на продукты для бровей я сегодня сделала. И смотрите следующее видео. Я вам давно уже обещала видео, как я оформляю брови. И, ну, никак у меня не получается. У меня маленький ребёнок. И с утра, как бы, хотелось бы сразу показать, как я наношу макияж и одновременно показать оформление бровей. Но всегда сбивается только начиная макияж, и ребёнок просыпается и понеслась. Так что, да, постараюсь, постараюсь сделать обзор, не обзор, а видео, как я оформляю брови. Заходите на мой канал, подписывайтесь и смотрите моё следующее видео о хайлайтерах. Сначала о бровях, потом о хайлайтерах. И стоит ли тратить огромные деньги на такую вещь, как хайлайтер. Увидимся. Пока. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...